Всем привет, с вами Алиска на Береглаб. Работаем с картами, смотрим прогноз погоды на ближайшие дни и делаем его до катаклизма. Начиная с Ближнего Востока, ну здесь холода пока не отходит. Мы видим, что, в общем-то, здесь на западе Ирана довольно-таки прохладно, да, Ахабад плюс 2 градуса, Ахабад плюс 2, это дневные температуры. Ну и видно Саудовская Аравия, здесь тоже как-то не жарко. Альяр 10 градусов, Квете плюс 14 градусов, Багдаде плюс 15, прохладно в Сирии. Стало прохладнее у нас и в Турции, на востоке здесь в горах кое-где даже морозит, ну вот здесь в основном 7-9 градусов на территории, на западном побережье здесь в Измире 14, в Стамбуле плюс 11, и смотрите, немножко поменялся ветер. Здесь сохраняется ветер, который дует с Каспийского моря через Краснодарский край сюда в сторону Крыма, но потом все это идет сюда гораздо южнее. Ладно, давайте пока посмотрим Средиземноморье. Здесь видно, что вынос тепла с Сахары прекратился. Красное море вот здесь вот разогрето, оно дает тепло, а все, что чуть западнее, мы видим, что здесь в основном северные ветры и ближайшие такие теплые зоны получаются гораздо южнее. Это Чад, вот это Мали республики, а на севере Алжира, смотрите, в Марокко, здесь так вообще морозный антициклон встал, Джельфа 0 градусов, в самом Алжире на побережье всего плюс 7, то есть они там мерзнут. Маракеша плюс 8, и даже Канарские острова здесь, вот, да, Малира доходит здесь всего плюс 14, плюс 17 градусов. Проморозился Испания, Мадрии минус 1, да, сейчас в Андорре минус 11. Там, кстати, лыжное соревнование было в Андорре как раз в субботу, это был какой-то кошмар, старт такой был, что сдувало лыжников, но вот они победили, несмотря на мороз, на все препятствия. То есть состоялось в Лондоне, смотрите, минус 4 градуса, как вам такое. И очень-очень холодно в Альпах, то есть минус 20, минус 20 абсолютно каждый день, и максимальная температура, ну я говорю про высоту, которая больше километров, они не поднимаются, чем минус 10. Вот минус 10, это максимальное в поселках, что отмечается, то есть очень холодно, лыжники обмораживают себе щеки, потому что это сопровождается еще сильным ветром. То есть погода, да, вот эти, вы знаете, бороды оледеневшие, там вот реснички, все это присутствует. Центральная Европа более-менее тепло, ну такие легкие, легко плюсовые температуры, но вот смотрите, Румыния уже не так тепло, Пухарес плюс 4, Кишинев плюс 1, Львов плюс 4, здесь даже теплее в Минске 0, в Киеве плюс 1, Кривой Рог плюс 1, ну вот Севастополь плюс 5. Что пишут наши подписчики? Юзер-юзер очень удивительно наблюдать за погодой, в Киеве зима теплее, чем в Ташкенте, это что-то новое. Да, вы понимаете, это что-то новое, и хорошая ли это тенденция, я думаю, что это временная тенденция, потому что с чем она была связана? Связана с тем, что ситуация между циклонами и антициклонами разворачивается так, что происходит выброс отсюда, даже не с Сахары, а вот он начинается чуть южнее, со стороны, где-то Буркина-Фасо, Мали, вот отсюда идут процессы, и вынос тепла получается вот с такого, с тропиков, с тропиков прямо вот в сторону Западной Украины, Белоруссии, и как раз вот Вадим Двоеглазов, он об этом и пишет, что что-то произошло в последние годы, и если раньше зимы были снежные, то теперь у нас засуха, и никаких нет осадков. Вот этот художник, который любит рисовать, он обрисовал эту ситуацию в Румынии, где было плюс 22, в Молдове плюс 18 градусов, но он же нарисовал ложные данные, потому что 18 января он указал, что в Альпах минимальная температура была минус 6, и это полная ложь, потому что минус 6 не было, минус 6 это было только в Северной Швейцарии, уже на границе с Германией, а в Альпах было минус 20, поэтому надо было указывать ту температуру, которая была по факту в этот момент, и она вообще не выпускалась, вообще не поднималась в эти дни, 18 января она держалась примерно на одном уровне, и это я говорю про те горы, где занимаются лыжники спортом, а если мы будем говорить про 3-х и 4-х тыщники, то вы можете смело прибавлять, точнее отнимать 10 градусов, то есть там было в районе минус 30 точно. Вот такие вот погоды стоят, и вот так вот они освещаются, но даже при этом, сколько не освещаясь, все равно основная тенденция заметна, что в общем-то никакого резкого потепления, либо отсутствия зим пока нет. Они есть, все просто зависит от погодных процессов, и опять же, я говорю, вот это вот то, что происходит в Румынии, Молдовию, Западной Украине в последние годы, это как раз временное явление, потому что это все связано с исчезновением Аральского моря, все это было запущено, исчезновение Аральского моря, и следующим этапом исчезновение северной части Каспийского моря, которое может еще как-то поменять, понимаете, какие процессы. Но вот как раз давайте про это сейчас поговорим, вот Александр Тачков пишет, в Астрахани сегодня было плюс 6, это он вчера писал. Но проблема в том, что земля покрылась трещинами от мороза, если бы был снег, они были меньше или вообще не было, во дворе начали вылазить тюльпаны. Вот о чем он говорит, и кстати, вот Роман Знаменский тоже рядом, это Волгоград, чуть севернее от Астрахани, в Волгограде сегодня видел такие же трещины, наши сантиметра 3, а у нас сантиметра 3 снега, которые сегодня подъелы, солнце не защищают землю от промерзания. То есть в Астрахани снега не было вообще, и поэтому земля проморозилась, и как вот засуху, знаете, когда там высыхает водоем, вот такие же трещины возникают, там сантиметра 3. И в Волгограде был снег, там пишут об том, что несколько сантиметров, но они в принципе не спасают от этой тенденции. То есть общая тенденция, что довольно-таки засушливы, засушливы, а впереди, в общем-то, теплый сезон, и если в ближайшие недели не выпадет нормальное количество снега, а пока что мы видим, что здесь стал антициклон, то сезон будет, судя по всему, довольно-таки проблемным. Ладно, давайте почитаем, что пишет из Украины нам. Виталий Вишталюк пишет, сегодня теплый солнечный день, 19-го в Московской области была гроза. Вот, спасибо, наблюдаете за грозой. Так, вот Валерий Кравченко пишет, в поселке Ноглике из-за аномального мороза для этого населенного пункта начальные классы перевели на институционное обучение. Да, а на юге острова потеплело, но ненадолго синоптики обещают их возвращение. Лютая зима, лютая, даже заметила, что у народа стал пользоваться просмотрами песни Висбора в исполнении вправо, Висбор, а зима будет большая. Да, мы об этом сейчас поговорим, когда перейдем к новостям, которые приходят с востока, обязательно обсудим. Давайте посмотрим, что сейчас происходит в Прибалтике. Легкий-легкий морозец, минус 2, минус 5 примерно, все еще сохраняется здесь дыхание от Атлантического океана, видно, что модулирует. Хотя, обратите внимание, здесь Южная Норвегия, в общем-то, не особо подогревается, то есть побережье здесь кое-как погревается, а уже чуть глубже, буквально 100 километров глубже, уже ничего нет, никаких эффектов. Ну, в Петербурге, минус 5, Егор пишет, Ленинградская область, у нас погода нормальная, подморозило чуть, завтра на рыбалку пойду. На льду сухо будет, ветра нет, легкий минус, и солнышко пару-тройку, как раз в пике часов обещают. Автору благодарность за обзор. Спасибо вам большое. Так, давайте посмотрим Архангельск, минус 8, Мурманск, минус 5, в общем-то, довольно-таки мягкая зима, а также, как и в Поволжье, где стоит антициклон сейчас над Самарой, здесь минус 11, Казань минус 11, ну, а так, в принципе, в пределах минус 10 градусов. На Урале минус 8, в Челябинске, в Екатеринбурге, на Северном даже теплее, минус 6, вот в Серове. Циклон здесь находится к востоку от Сургута, то есть Сургут пока защищен, защищен, получается, да, хотя странно, по идее, вот за циклоном в нормальных условиях идет холодная зона, а здесь мы видим аномалии, вот это и есть аномалии, когда к западу от циклона у нас теплее, чем на юго-востоке от этого циклона. Это, как правило, характерно для южного полушария, а для северного полушария это не характерно, так что вот такая вот у нас выявилась аномалия. Женя 86 пишет, спасибо, у нас в городе Сургут минус 16 градусов, но сегодня у нас практически утепель минус 3, и, кстати, это тепло идет вот сюда, вот и в Южную Сибирь, мы видим Томск минус 14, Новосибирск минус 9, Марнаул минус 10, интересно, да, с севера-запада идет тепло в Южную Сибирь, вообще кажется, это каким-то нонсенсом, а про это слышать, но это так, это мы наблюдаем. Кстати, вот сложно объяснить, откуда вот это пятно утепель взялось в западном Казахстане, то есть, по идее, это как какой-то мираж, как мираж от бывшего Аральского моря, вот, какая-то тепловая такая голограмма, но то, что есть, то есть, здесь плюсовые температуры, несмотря на то, что чуть сильнее, сразу здесь минус 9, и это все находится в зоне довольно-таки крупного антициклона, но, кстати, зрения Азии до сих пор остается проморожено, хотя, конечно, потеплело уже, Ташамбе 0, Ташкент минус 2, ОШ минус 4, в общем-то, в Восточном Казахстане в пределах минус 10, хотя вот здесь кое-где есть минус 14, уже ближе к Алтаю, в Астане минус 10, вот такие температуры, ну, вот, теперь давайте разбирать, что у нас происходит в Восточной Сибири, здесь поставлены рекорды, ну, как, не абсолютные рекорды, а минимальная температура, которая зафиксирована в 21 веке, в общем-то, поставлена в Иркутске на севере области, минус 52, по-моему, было на выходных, в самом Иркутске температура опускалась до минус 43, пишет Матвей Кузнецов, и это самое низкое значение с 2001 года, вот, вот такие вот у нас дела, да, то есть, из Якутии произошло рассеивание холода в разные стороны, он разошелся, и в результате этого мы видим вот такие вот интересные события, но самое интересное событие, о которых стоит рассказать, это вот здесь вот, недалеко от Могучи, уже в Забайкале, да, в этой части Китая, воздух остыл вчера утром до минус 53 градусов, и это национальный рекорд зарегистрированный когда-либо вообще в Китае, понимаете, то есть, побит национальный рекорд, это очень серьезный, такой, факт, против вот этих вот шарлатанов, которые сейчас всю прошлую неделю заседали там на курортах, но, в общем-то, их там тоже потрепал морозится, ветерок, я думаю, что им не дало, не дало погода им нормально покататься, то есть, они ощутили на себе, что к чему, но вот такие вот у нас новости, вот здесь антициклон, его ядро какое-то к северу от Байкала, в районе Подайба, мы видим минус 40, в Якутске минус 43, сейчас, то есть, явно теплеет, и тепло, кстати, идет опять же с запада, с запада и с северо-запада, что немножко кажется странным, но вот такие вот у нас наблюдения, в Якутске, конечно, восхищают местные моржи, которые там в минус 57, какие-то устраивали, обливания водой, какие-то снегом там, осыпания, вот, просто удивительно, ну, и куча там остальных, и какие-то художники, и мыльные пузыри там пускали, то есть, все, кто что умеет, все показали, вот, именно эти температуры, около минус 60 градусов, так, идем до восточной Магадани, минус 28, тоже так жестко, но, в принципе, нормально по сезону, а на Даль, минус 24, на Камчатке, вот здесь, минус 11, все такие температуры, Южно-Сахалинск, минус 18, а вот на севере, минус 30, допустим, Николаевск, минус 30, Комсомольск, минус 30, в Хабаровск, минус 32, по краю было, тоже где-то в районе, минус 40, вот, в Сурильск пришел, мороз, минус 24, на Владивосток, можно сказать, и циклон пришел в Японию, Японию всю, завалило снегом, особенно северные регионы, там, выпало довольно-таки большое количество снега, за 11 часов на Хоккайдо выпало, допустим, 40 сантиметров снега, но это не что по сравнению с тем, что происходит на Западе, США, допустим, в Калифорнии, в горах, там, 10 метров снега в этих долинах, в горных, вот, и, допустим, в Аризоне, 60 сантиметров снега выпало за двое суток, флаг в крупном городе, это флаг став, на север Аризоны, и, в общем-то, побит рекорд по количеству снега, который выпадал когда-либо за сутки в этом городе. Вот такие вот у нас интересные поступают данные, да, и как-то они плохо согласуются, опять же, с тем, что происходит резкое потепление климата. Пока мы видим только конфронтацию, только мы видим резкий рост максимумов и минимумов. Так, ну, смотрим Китай, как они держатся сейчас, что происходит сегодня. В Пекине минус 7, но видно, что чуть севернее, там совсем другие температуры, да, там уже за минус 20 даже днем. На Западе тоже довольно-таки холодно. Кстати, в горах, там, вот, на К2, там, ну, как, нет инструментальных подтверждений, но по данным таким наблюдениям, где-то в районе минус 70 было, как оно такое. А там, кстати, альпинисты все свернули свои эти лагеря зимние, кто там пытался что-то. Все свернули, все ушли, потому что сильный ветер и очень холодно. Ну, холод опускается и на юг Китая, здесь минус 8, минус 9, точнее, 8-9 градусов, что-то я в минус все, 8-9 градусов, что-то довольно-таки холодно, до этих мест. Но, с другой стороны, вот здесь вот по югу уже можно увидеть первую тенденцию со стороны Вьетнама, со стороны, вот здесь Гонконга, что немножко становится здесь теплее. Пока это только такая тенденция. В Индии тоже можно хорошо это увидеть, что здесь становится немножко теплее. Так, Австралия смотрим. Ну, на западе наконец-то стало чуть потеплее, хотя ветер так и дует со стороны Антарктиды. Вот, и на востоке тоже ощущается здесь прохлада, так же, как и в Тасмании, но стало немножко попроще. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас на Аляске. Фэрбэнкс минус 25, то есть, сюда возвращается холода. Обратите внимание, в Якутии холод спадает, а на Аляске начинает и в Северной Канаде начинает прогрессировать холод. Уловили эту тенденцию? Вот за ней надо наблюдать. Так, Канада, Ванкувер плюс 3, Калгари минус 8, Эдмонтон минус 8. Ну, в принципе, так нормально. Обратите внимание на такое тепловое пятно, опять же, да, посмотрите, плюсовая тепля над Северными Дакотами. Хотя бы везде по кругу здесь минусовые температуры, почему-то так серьезные в некоторых местах за минус 10. Вот такие вот теплые пятнышки. Но видно, что зона в залив здесь начинает замораживаться по чуть-чуть. И опять же, смотрите, вот циклон, по идее, вот эта зона за циклоном, она должна быть холодной. Вот сюда должен идти холод, как вот здесь вот идет, и здесь тоже. Но мы видим, что вместо холода идет опять же с севера, сюда идет тепло. Каким образом, непонятно. Так, просто-просто делаем наблюдение и фиксируем это. Так, Нью-Йорк, здесь какой-то циклон, плюс 3, у Великих озер легкий морозец, но в принципе и на юг тоже проник морозец. Здесь даже в Техасе такие легкие, около нулевые температуры, плюс 2, в Хьюстоне плюс 6. Во Флориде уже немножко потеплее, там уже под 20 градусов. Так, смотрим здесь Бразилия, Аргентина, ну в общем-то, это ночь там еще, но в принципе, видно какая-то прохлада, вот здесь тоже берется на побережье. Южная Аргентина, Чили, здесь в принципе нормально для середины лета, плюс 8, плюс 11, вполне комфортные погоды. Так, смотрим вот здесь почему-то в Африке, какие-то тоже похолодания, вот это проходит отсюда переметы погоды с севера, да, видно отлично, что в Анголе вот здесь какая-то прохлада, там вот даже, ну вот это как раз можно объяснить здесь наличием циклона, видите, вот это нормальное событие, которое происходит в южном полушарии, когда к востоку от циклона здесь холоднее, а на западе здесь гораздо теплее. Ну, каким образом это работает в северном полушарии, меня, если честно, сильно удивляет, сильно удивляет. Так, давайте посмотрим, что сегодня ночью будет. Ох, сегодня хорошо проморозят всю Европу западную, и Англию, и Марокко, и Алжир, то есть это продолжится тенденция. Мороз покроет большую часть Украины, за исключением запада, юго-западной Белоруссии. Кстати, вот этот антициклон вызовет в Поволжье, такие немножко морозистые, морозистые, локальные такие явления. До Кавказа дойдет, до Краснодарских краев, немножко Турция, прохлада тоже ощутит. Средняя Азия так останется замороженной. Кстати, смотрите, холод так и доходит до Индийского океана, и вот переметы погоды, если они сюда, на юг Африки, просто отлично заметны. Сохранится, опять же, вот эта немножко маразматическая ситуация, необычная, что к западу от циклона, здесь тепло идет с севера-запада, вот, факт остается фактом. Рассеивается у нас холод в Якутии, ну, примерно такие же погодные условия остаются в США. Давайте глянем, что будет уже 1 февраля, какие здесь интересные процессы. В Европе, в Восточном, мягкая зима, в Западной даже немножко отепель придет, вот здесь с циклоном, который над Данией поселится, и распад морозов, то есть, дальнейший распад морозов в азиатской части. В США, здесь, в Канаде, наоборот, консолидация морозов, вторжение морозов в США происходит, и вынос теплого воздуха на восток, то есть, здесь резко растет торнадообразная, торнадоопасная ситуация, и обратите внимание, да, этот маховик работает через Северный полюс, то есть, как часы переноси мороза через полюс. Ну, а мы давайте посмотрим, где какие опасные явления, вот здесь, на востоке США, на побережье, возможно, да, там в штате Нью-Йорк снегопады, там какие-то грозы. У нас мощный циклон вот здесь над Италией, на юге, и, в общем-то, циклончик вот здесь, в Сибири, который с собой несет потепление, но, с другой стороны, он несет и легкие снегопады. Ну, вот здесь, в Охотском море, в районе Копчатки, тоже и на Сахалине возможны снегопады. Ну, а так, на этом все. С вами был Алис, с Канал Берри Лапши. Отличное упражнение.